Я решил сделать обзор Блэйм, после того как узнал, что автор Дора Хидоры косвенно участвовала в создании и данной манги, которая вроде как шедевральна. После был один коммент с просьбой сделать обзор, так что приветствую на канале, это Тим. И Блэйм не более чем кусок сырого, абсолютно не работающего и забагованного кода, причем я в немалой степени смягчаю свою оценку. Данное видео скорее даже не о Блэйм, ибо произведение абсолютно пустое и сюжет в нем отсутствует вовсе, а скорее о том, что читать искусством об оценочном суждении голых королях и СПГС. Я осознаю, что многие могут со мной не согласиться, ибо Блэйм шедеврален. Подобное уже было не раз, и обзор отвратного Джо-Джо отличный тому пример. Но знаете что, я не буду оправдываться за свою точку зрения, а приведу ряд аргументов, а вы больны приводить свои контраргументы. Засим позволю себе резко перейти к сюжету и персонажам, попутно отмечая, что все это, конечно же, метафора. Итак, Мир Блэйм это постапокалиптичный киберпанк, и как же я люблю это словосочетание. Главный герой, Килли, путешествует по гигантскому городу в поисках носителя сетевого терминального гена, позволяющего получить доступ к сетевой сфере. Расшифровываю. Нужен человек, не мутант, дабы выходить в сеть. Зачем это нужно Килли, ну мы не знаем. Единственное, что известно, с помощью доступа к сетевой сфере можно остановить расширение города, который поглотил Землю и Луну, постепенно захватывает Солнечную систему. Еще там вроде как много всякой информации. За неостановимое расширение города отвечают роботы, строители, которые могут быть небольших или очень уж невообразимых размеров. Некоторые из них заключили и бесконечно работают. Помимо этого есть Хранители. Это группа искусственных интеллектов, которые должны были охранять сетевую сферу. Но они малость обнаглели и уничтожают всех, кроме носителей сетевых генов. То есть тупо всех. Управляют группой однообразных роботов-властителей. Сами тоже нередко оказываются в реалии, выгружая себя вплоть в города. Помимо Хранителей есть Управляющие. Тоже ИИ, только не уничтожающие людей. Временами помогают главному герою. На самом деле ничем от Хранителей в глобальном смысле не отличаются. Ибо одна из Хранителей переходит на сторону Управляющих. Как? Почему? Не объясняется. Хотят остановить бесконтрольное расширение города, потому что... Потому что. Кремниевая жизнь. Их цель уничтожение сетевых терминальных генов и... всех. Ибо им нравится Хаос. Почему? Потому что. Это извращенные варпом твари. Но на самом деле нет. Весьма сильные, могущественные и технически развитые. Помимо этого, есть различные версии людей. Как правило, живущие на весьма ограниченной территории и даже не знающие о наличии других поселений. Мутировали в различные формы жизни, которых их помимо людей немало. Кто они, откуда, неизвестно. Это применимо и к протагонисту. Он вроде как хранитель, но вроде как нет. Ходит с Йоба оружием, хранителем и гравитационной лучевой пушкой. Единственным оружием, которое гарантированно может уничтожать огромные перемычки между уровнями города. Откуда у Килли это оружие, он и сам без понятия. Хоть что-нибудь АГГ мы никогда не узнаем. И дело даже не в его происхождении и истории. Выделить даже характер Килли не представляется возможным. У него нет никаких мотивов. Общается крайне редко. Я мог бы принять такой тип персонажа. Они временами встречаются в художественных произведениях не настолько безлики. Но все же. Например, Безумный Макс. По большей части из перезапуска, нежели оригинальной трилогии. Хотя в Блэйм речь идет вроде как о герое, который не просто проходит мимо, а идет к определенной цели. Потому его характер должен хоть в какой-то степени проявляться. Имеется некоторое количество странных девочек. И куда меньше странных мальчиков, видящих в Килли всего такого из себя молчаливого, романтичного, таинственного героя. И одна рука этих людей, как правило, занята рисованием различной степени отвратности хентайных картинок. А вторая, я думаю, вы догадаетесь сами. Путешествует герой по миру один. Все было бы совсем скучно. Потому его сопровождает подобранная по пути ученая Сиба. Ее цель состоит в том, чтобы, ну, сопровождать Килли. Главный герой путешествует с ней, потому что, почему бы и нет. Тем более Сиба бывает полезна. Временами. Между героями выстраиваются полноценные никакие отношения. Во время путешествия Сиба завладевает телом хранителя Санакан. Но после того, как Килли возвращается из пространственного временного разрыва, появившегося и существовавшего, потому что, спустя 10 лет, вместе с еще одной Сиба, которая его не знает, потому что, Санакан возвращается, а Сиба, ну, Сиба оказывается в Сиба, дабы спасти Сиба. И это одна Сиба, а не две Сиба. И вполне очевидно, из-за того, что Сиба была в теле Санакан, а после в тело Сиба вселялся еще один хранитель, правда, потом он покидает Сиба. Сиба снова преобразуется и беременеет стрёмной сферой. Кстати, Санакан становится управляющей и погибает. Что вполне логично, ибо потому что... Ах да, манга кончается тем, что раненый, вставить имя Килли, падает куда-то вместе со сферой. И тут все понятно, это очень умно и глубоко, потому что... И все это, конечно же, метафора. Затронув с позволения сказать сюжет, не могу не упомянуть рисунок. Он детализирован, так что вы с удовольствием сможете наслаждаться однообразными пейзажами металлических конструкций, составляющих около 80% всех изображений в манге. Лишь детали позволяют идентифицировать хоть кого-то из ряда похожих друг на друга персонажей. Безусловно, человека и кремниевую форму жизни перепутать сложно. Однако, в рамках представителей одного вида все становится не так просто. И это, вне всяких сомнений, призвано показать. Важно, что внутри, снаружи лежалкая, вполне заменимая оболочка. И это, безусловно, приводит нас к таким вопросам, как... Что такое душа? Что делает человека человеком? Где грань между органической и синтетической формами жизни? Сняться ли андроидом электроовцы в конце концов? В чем смысл нашего бренного существования? И именно это во многом делает какой-нибудь другой киберпанк достойным произведением, но не блэйм. Тут нет никакой глубины, нет никаких сокровенных смыслов, есть лишь тусклый имбовый герой с ее бабушкой, временами убивающий противников. Создается стойкое ощущение, что автор написал средненький киберпанк, быстро это осознал и в случайном порядке выдрал примерно треть всех страниц, попутно избавляясь от примерно такой же доли диалога. Я нормально отношусь к в некоторой степени мутным художественным произведениям, вроде экспериментов Лэйн или Технолайз, если уж речь идет о киберпанке. Никакого второго дна, никакой атмосферы в блэйм нет. Тут нечего понимать, не о чем говорить, ибо манга очевидная претенциозная пустышка. Вы конечно же можете со мной не согласиться. Если прибитие собственной мошонки, красной площади является для вас значимым актом творчества, то выключайте видео, мне не о чем с вами говорить. Вкусы у нас диаметрально противоположные. Конечно, можно отметить, что любое искусство – вещь крайне субъективная. Как и само понятие искусства. Ибо искусство в объективном смысле – это практически что угодно. У Маклауда в его трилогии о комиксах об этом неплохо сказано. Искусство же в субъективном смысле – это нечто, чему присуща система тех или иных признаков, которыми это само искусство характеризуется. В том или ином обществе, в определенный исторический период. С появлением так называемых профессиональных критиков искусством, вернее даже произведением искусства, в аспекте уровня качества исполнения, стало считаться то, что критики таковым признают. Именно к этому и ввел. Ибо различное понимание термина искусства не особо-то и относится к предмету основного рассмотрения. С появлением и развитием телекоммуникационных сетей значимость мнения критиков увеличилась в разы, ибо достаточно одному или нескольким авторитетным в той или иной области изданиям дать качественную оценку какому-либо результату творческого труда, да, как примерно такая же оценка будет у большинства прочих рецензентов. Ситуацию усугубляется еще и тем, что подобные оценки вполне успешно покупаются. И я не веду к тому, что хвалебные отзывы о блэм купленной. Вовсе нет. Мне лишь хотелось отметить влияние небольшой группы людей на толпу в области восприятия художественных произведений. Да, если честно, и в области восприятия любых аспектов реальности. Но речь не о том. С появлением непрофессиональных рецензентов и критиков ситуация должна была вроде как улучшиться, но это в глобальном смысле ни на что не повлияло, ибо нельзя негативно высказываться о том, о чем большинство профессионалов и не очень высказалось положительно, верно и обратно. Иначе ты рискуешь подвергнуться шквалу критики уровня «Ты что, самый умный?» «Решил похайпить?» «Ты что, не такой, как все, что ли?» Прочее и прочее. Я сам в комментариях сталкивался с подобным не раз. И не только под своими и чужими видео, но и банально на сайте, где я читал Blame. И манга там воистину восхвалялась. Некоторыми определенно иронично, но в большинстве своем речь шла о той самой глубине и атмосфере. Кто-то не хотел признавать, что мангу банально не понял, хотя там и понимать-то особо нечего. Иные же утверждали о шедевральности Blame, ибо это вроде как общеизвестно. И часть восторгов от манги можно объяснить простым явлением голого короля. Думаю, даже те, кто не читал соответствующую сказку Андерсона, осведомлены о данной концепции. Не то, чтобы Blame меня так сильно затронуло. Вовсе нет. Это очередная, весьма унылая, нужно сказать, манга. Дело в том, что все вышесказанное относится к ряду произведений, видео по которым я уже делал. И куда большему, обзоры которых я не сделаю никогда. Стандартная структура построения моих видео требует, чтобы я рассказал обо всех произведениях, связанных и основанных на Blame. Но у меня нет никакого желания тратить свое время на манги, спин-оффы, о-на, о-ва и полнометражку прошлого года. Так как мир Blame мне абсолютно не интересен. А разумеется, все вышеуказанное не более чем пост-ирония. Проявление пост-авангардизма и, конечно же, вне всяких сомнений, метафора. А еще начало манги, это ее конец. Но на самом деле нет. На этом, пожалуй, у меня все. Подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание. И пока.